Тверь знаменита большим количеством объектов культурного наследия. Гуляя по городу, можно без труда отыскать старинные набережные, дома, в которых жили известные писатели и ученые. Церкви и соборы, заложенные сотни лет назад. Подобные места становятся центром притяжения туристов. Их фотографируют, публикуют в социальных сетях. Впрочем, памятники архитектуры далеко не всегда являются лишь предметом украшения города. Некоторые из них становятся еще и яблоком раздора. Между горожанами и государственными структурами. Более подробная ситуация рассказывает наш корреспондент. Дом номер 8 на набережной Степана Разина в самом центре Твери. Здание вместе с прилегающими к нему соседними домами образует общий ансамбль, который является памятником архитектуры 18 века. На одном из домов висит свидетельствующая об этом табличка, которую видели многие жители и гости Твери, кто хоть раз гулял в этом месте. В настоящее время в 10 квартирах дома номер 8 проживает около 25 человек. Здание старинное, капитального ремонта не было давно. А потому условия проживания, рассказывают жильцы, мягко говоря, не сахар. Деревянные рамы все пришли в такое состояние, что щели были в палец. Их приходилось заклеивать, затыкать. Температура в комнате, которая выходит на Волгу, она доходила до 16 градусов. Приходилось ходить в одежде и спать в одежде. Дабы защититься от пронизывающего ветра с Волги, многие жильцы установили в своих квартирах пластиковые окна. Первые из них появились в доме номер 8 по Степана Разина около 10 лет назад, говорят горожане. Однако в прошлом году на дом обратили внимание в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Ведомство разослало обитателям дома предписание, в котором назвало установку стеклопакетов из ПВХ нарушением. И обязало жильцов восстановить прежний облик здания. В срок до 31 декабря 2019 года силами специализированной производственной организации, обладающей лицензией на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданной Министерством культуры Российской Федерации, выполнить работы по восстановлению деревянных заполнений, оконных проемов. Сразу оговоримся. Жильцы согласны с тем, что они нарушили федеральное законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия. По действующим правилам, поясняет заместитель председателя Совета Тверского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Смирнова, производить замену окон, а также любые другие работы в здании, которые являются памятником архитектуры, можно только при согласовании работ с региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия. Вместе с тем, настаивают жильцы дома номер 8, нарушают законодательство не только они. Практически в каждом здании на набережной Степана Райзина можно увидеть пластиковые стеклопакеты. Однако предписания о замене оконных рам, рассуждают жители, почему-то получили только они. Если посмотреть по расположению, он находится в середине набережной. Ансамбль составляет с 3 по 16 дом по набережной. Ни один дом больше по набережной предписания не получил. Пластиковые окна практически во всех. Особое, или, как говорят жильцы, предвзятое отношение со стороны профильных структур именно к их дому они объясняют просто. По словам местных жителей, к их дому примыкает достаточно большой земельный участок, принадлежащий обитателям дома номер 8 в равных долях. На горожан, рассказывают они, не раз выходили представители администрации Твери с просьбой написать заявление об отчуждении этой земли. На совещаниях было сказано, чтобы мы отказались в пользу школы. Якобы для строительства мини-стадиона. Но мини-стадион, я не знаю, какой на земле, который памятником считается. Я не знаю, надо проводить раскопки и так далее. А потом мини-стадион хотели построить вплоть до моей стены дома. Словом, не получив желаемого, профильные структуры решили надавить на них с другой стороны, считают горожане. Именно поэтому предписание о замене пластиковых окон, уверены жильцы, выдано только их дому. В настоящее время, в попытках оспорить решение главного управления по государственной охране объектов культурного наследия, жители участвуют в бесконечных судебных тяжбах. И когда будет поставлена точка, большой вопрос. Одновременно с этим жители пытаются добиться капитального ремонта в их доме. Последний, к слову, был здесь еще в 60-х годах прошлого века. И до его проведения не видят смысла менять установленные оконные проемы. Мы обязаны найти организацию, заказать за свои деньги проект, оплатить его. На основании этого проекта опять же за свои деньги поставить оконные переплеты. Мы готовы опять же к этому пойти. Но мы сейчас можем оплатить все это и добьемся капитального ремонта. То есть деньги будут просто выброшены. Либо второй вариант. Мы снова поменяем окна в исполнении предписания, заплатим деньги. И совершенно спокойно про это все забудется. Дома будут разваливаться. Как бы ни закончилась история, вокруг дома номер 8 по набережной Степана Разина считают искусствоведы. Уже сейчас можно сказать, что в Тверской области намечается неприятная тенденция, когда объекты культурного наследия становятся своего рода разменной монетой. То, что должно радовать глаз и создавать облик столицы Верхней Волжья, по сути, становится его болевой точкой. И какой выход может быть из этой ситуации, специалисты пока не знают. Мне не нравится ситуация, когда культурное наследие, вместо нашей общей радости, которую мы ценим, храним, имеем все механизмы сохранения, вдруг становится рычагом воздействия на людей, вызывая у людей уже прощение. То есть эти люди не любят уже культурное наследие не потому, что они неинтеллигентные, не потому, что они родину не любят, а потому, что их уже поставили в такое условие, что они не любят культурное наследие. Потому что государство это культурное наследие не любит. Наш телеканал продолжит следить за ситуацией вокруг дома номер 8 по набережной Степана Разина и будет держать вас в курсе событий. Вместе с тем, жители надеются, что в том числе сюжет Тверского проспекта поможет им найти выход из сложившейся ситуации и привлечет к решению проблемы другие профильные ведомства.